Так, всех приветствую. Я понимаю, наверное, сейчас еще не все подсоединились, но в процессе разговора будут подсоединяться. Так, у нас время 45 минут, потому что у меня зум не проплачен. Слышно, да, меня, товарищи жители? Да, значит, да, на встрече присутствуют я, мои помощники, а также генеральный директор Красногорского Энергосбыта Евгений Витальевич. Преимущественность сегодняшней встречи будет посвящена вопросам КС. Все вопросы, которые вы задавали мне две недели назад, большую часть мы закрыли, с некоторыми жителями связывались, но некоторые мы еще не закрыли, сами понимаете, конец года. Тут по моей деятельности, а по общественным образом, в Ярополке тоже хватает больших проблем, приходится решать, но про вас мы тоже не забываем. Вот, поэтому давайте по одному, большая просьба, дискуссии не разводить. Говорит один человек, соответственно, общается с генеральным директором. Если другой человек хочет, образно говоря, сказать, модерирую, все, я. С одним человеком закончили и пошли, соответственно... А, выйдите, Антон, так. Так, меня слышно, жители? Товарищи жители? Да. Все, отлично. Отлично. Итак, вопросы... Так, большая просьба, выключайте звук. Ну, я опять звук выключал. Так, начнем, наверное, Людмила Назарова первая подсоединилась. У вас есть вопросы к КС? Нету. Так, тогда по меньшей части вы именно ко мне. Нет, нет вопросов. Нет. Так, у кого есть вопрос к Красногорскому энергосбыту? Если времени образно хватит, мы его отпустим и, соответственно, ответим на все ваши другие насущные вопросы. Так, вопрос к Красногорскому энергосбыту у кого? Вопрос... У меня есть вопрос к Красногорскому... Так, представьтесь, пожалуйста, имя и адрес. Продолжим. Ну, то есть, что придумали? Алло. Алло. Так, у кого вопрос к Красногорскому энергосбыту? Маяковского 1, слышно нас? Маяковского 1. Да, сейчас все буду записывать. Да? Да, да, да. У нас есть, у нас много же комнат, вот у нас коридорная система. И мы уже не раз передавали информацию, что в некоторых комнатах, в принципе, нет счетчиков. Там никто не живет, и счетчиков нет. И тем не менее, все равно на эти комнаты выставлены счета. И слышать нас никто не слышит, что их просто нет. И уже нет не просто 1,2 года, а более 20 лет. А скажите, пожалуйста, а за какой период эти счета? Ну, там вообще не указано за период. Ну, так не бывает. Там сумма, мы видим сумму, которая у вас на сайте вывешена в должниках. А, речь идет о задолженности? Да. Ну, а что тогда вас беспокоит? Если эта задолженность выставлена по тем помещениям, где нет собственников, значит, к вам-то она отношение какое имеет? Там вообще-то фамилия не написана. Так а придут отключать всю квартиру? Нет, не придут отключать. Дело все в том, что наша компания, как вы знаете, с 1 апреля не выполняет функции гарантирующего поставщика. Теперь этим занимается МАЭСК и от его имени МОСЭНЕРГОСБЫ по агентскому договору. Отключениями занимаются они и за текущие долги. Мы же занимаемся, да, вся деятельность нашей компании заключается в настоящий момент в том, чтобы взыскать задолженность наших должников и отдать ее нашим кредиторам. Мы ограничивать не можем. И я вам больше того скажу, что до Нового года и они тоже не могут ограничивать, поскольку в связи с пандемией президент запретил вводить ограничения по отношению к неплательщикам коммунальных услуг. И есть основания полагать, что и после Нового года, поскольку пандемия, к сожалению, далеко не закончена, этот режим продлится. Поэтому вас никто не отключит, не беспокойтесь. А потом. Так, на вопрос ответили? Маяковская один. Или еще будет? Да. Ответили, да? Да нет, у нас. Скажите, пожалуйста, еще вот ваша организация, она как долго будет работать? Вы имеете в виду работать в каком смысле? Ну, на прием населения, я имею в виду. На прием населения, я думаю, что месяц еще точно, а в дальнейшем под вопросом. Спасибо. Так, я понял. Добрый вечер. Так, сейчас, сейчас, подождите. Кто там? По очереди, пожалуйста. Это Антон, помощник. Так, я хотел бы уточнить по поводу счетчиков. Замена старого счетчика, не работающего, это вот к вам вообще вопрос? Нет, это вопрос к гарантирующему поставщику, то есть к МАЭСКу. К МАЭСКу. Спасибо. Так, да, следующего. Вопрос есть. Есть еще вопрос к КЭСу от Первомайской 5. У нас на доме у ряда людей переплата в КЭС. Люди приходят к вам, пытаясь что-то выяснить. Им говорят, что деньги КЭС не платит. У вас гарантирующий поставщик МАЭСК. При этом у людей числится, несмотря на то, что это переплата, задолженность в МАЭСКе. Расскажите, как быть этим людям пошагово. Спасибо. Ну, вообще-то, да, инструкция о том, как пошагово быть, она висела со 2 июня, если я не ошибаюсь, когда мы открылись после всеобщего карантина. Поэтому очень печально, если они еще не знают. Люди именно так и поступали, но деньги не перечислены, и они продолжают числиться должниками. Как быть этим людям? Понятно. Деньги в МАЭСК перечисляются по мере их поступления на наши счета. Соответственно, если нет поступлений, то нет и перечислений. Я просто скажу, чтобы вы понимали. У людей переплата, может быть, вы недопоняли. У людей переплата перед КЭС. КЭС должен людям деньги. И эти деньги не возвращаются людям с июля месяца. Они ходили, все оформляли. Так, я боюсь, что это вы не понимаете, да, поскольку если денег нет, то их вернуть нельзя. Так вот, для того, чтобы они были, надо сначала их получить с должников, а потом отдать кредитору. А где деньги, которые переплатили люди? Где деньги, которые переплатили люди? Да, КЭСу. А где деньги, которые не доплатили люди? Тех, кто не доплатил? Ну, это вопрос, наверное, не ко мне, во-первых, да? А вопрос к КЭСу. Конечно. Деньги, которые не доплатили. Мы как раз-таки занимаемся взысканием этих денег. И то, что вы говорите про июль, я вам не верю. Все, что было оформлено в июле, все в МАЭСК уже перечислено. Не перечислены только последние осенние месяцы. Только и всего. Это не в МАЭСК. Вы не слышите меня. Это не в МАЭСК деньги должны быть перечислены. У людей, у физических лиц переплата в КЭС. Это вы не слышите меня. Это вы меня не слышите. Еще раз. Мы оформляем. Если бы вы прочитали пошаговую нашу инструкцию, которая висит на нашем сайте со 2 июня, возможно, этого не очень умного разговора, извините, бы не было. Я объясняю. Это ваше личное оценочное мнение. Давайте мы не будем переходить на личности. Ответьте просто на вопрос. А я вам отвечаю. Вы меня перебиваете и вы не слушаете. Если вы мне дадите сказать, то я отвечу. Но вы же этого не даете. Говорите. Еще раз. Да нет, это ваше личное оценочное мнение. Я говорю и уже 3 минуты жду ответа. Договорились, это моя оценка. Хорошо, но я на ней настаиваю. Я объясняю еще раз. Мы оформляем акт сверки расчетов с кредиторами, если таковые есть. Значит, одновременно с этим актом, точнее в тексте этого акта, указывается поручение данных кредиторов о перечислении денежных средств в МАЭСК. По мере появления этих денежных средств мы их перечисляем в МАЭСК. И МАЭСК зачисляет их на лицевые счета данных потребителей как переплату по электроэнергии. Я вам понятно объяснил? Да, вполне. Спасибо. Если этого не происходит, вы сказали, что еще месяц будете взаимодействовать, или перечисления будут продолжаться? Не готов сказать. Я надеюсь на то, что мы в конце месяца, за этот месяц, с которым я сказал, мы успеем сделать все. А если не успеете, как быть людям? Включаться в реестр требований о банкротстве кредиторов, да, в процедуре банкротства, только и всего. А алгоритмом поделитесь для людей, или люди должны сами изучать этот вопрос? Ну, вообще, закон пересказывать или что, можно прочитать и все. Ну, просто это же КЭС должен людям, понимаете, в чем дело. Ну, то есть, помощь будет какая-нибудь информационная оказана в виде инструкции еще одной? Я, честно, честно, я не вижу никакой нашей необходимости в том, чтобы какие-то инструкции на эту тему давать. Ну, понятно, потому что не вам должны, а вы должны. Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос к ЭСу. У кого? Есть у кого-нибудь вопрос к Красногорскому энергосбыту? Можно я обрели? Да, да, Муковского 1. Да, да. Я заменяла счетчик как раз в феврале, перед тем, как вот все это произошло перед пандемией, и когда передавали новые организации данные, то номер моего прибора учета указали старый, а показания новые. Вот в этой ситуации мне что делать? А в каком документе так указано? Уточните, пожалуйста. Ну, счет, который я получаю, я получаю на старый прибор учета и в личном кабинете, по-моему, тоже фигурирую номер старого прибора учета. Вы имеете в виду счета МАЭСКО, правильно я понимаю? Да, да, да. Вам нужно обратиться в МАЭСКО и сообщить о том, что вы заменили прибор учета, предоставить данные на новый прибор учета, и они должны будут изменить номер. А вы почему так передали? Одно новое, другое старое? А мы ничего не передавали. Мы ничего не передавали. Ну, смысл, ну, вот и в смысле. То есть, еще раз, если у них что-то там не отражено, то это, ну, простите, не наш вопрос. Понятно. Так, еще вопросы. Добрый вечер, слышно меня? Да, да. Адрес скажите, пожалуйста, Ирина, да? Здравствуйте. Да, меня зовут Колесникова Ирина, адрес оптический переулок, дом 1. Я хотела уточнить по вопросу задолженности, образовавшиеся начисления до 2016 года. Дело в том, что мы подавали в КЭС заявление еще в феврале месяце. Мы так и не получили на него ответ, чтобы нам дали разъяснение. Часть задолженности, которая образовалась у нас с 2016 по 2019 год, была оплачена. Но показания и суммы начислений до 2016 года и задолженность, которая висит у нас в нескольких десятках тысяч, непонятно, за что должны мы платить. Как нам поступить в эту ситуацию? Когда ждать ответ? А что значит непонятно? Если у вас в этот период образовалась задолженность, значит, она образовалась. То есть, если вы считаете, что ее нет, вам нужно провести сверку с нами. Сверку нам не предоставляют. Мы писали заявление, нам так, как с февраля месяца на наше заявление не ответили. Поэтому я и хочу узнать, возможно ли нам увидеть все-таки эту сверку. Потому что ни один раз при обращениях и личные на прием приходили, ну не к вам, а в КЭС. И ни разу нам эту сверку не предоставили, ссылаясь на то, что данных, ну якобы их нет. А задолженность есть. Ну, этого не может быть. Вы можете лицевой счет назвать? Да, конечно. Сейчас назовете? Могу сейчас, могу скинуть, как удобно. Просто как бы дайте какую-то обратную связь. Просто сейчас я перевью. Евгений Витальевич сейчас записывает, и как раз у вас есть возможность это сказать. Он запишет и... Лицевой счет 156. Так записывайте. Ну, у меня, во-первых, такое ощущение, что это не наш лицевой счет. Вот. Я не буду это утверждать, но мне кажется, не хватает здесь разрядов. А вы можете прислать квитанцию, да, вы ведь с чего, собственно, диктовали этот номер, с чего он назывались? Какого-то документа? Ну, это с документа, да. Но это наш лицевой счет по оптическому, Дом 1. Но еще раз, у меня сомнение, что это правильный номер. Поэтому у меня просьба такая. Давайте, наверное, что сейчас, чтобы времени не терять, через Илью Сергеевича, вы можете прислать ему фотографию этого документа? Он перешлет мне, и мы проверим. Так, Ирина, с учетом того, что... Ирина, подождите. С учетом того, что как бы вы не наш округ, запишите номер моего помощника. Это будет Дмитрий Филиппов. С ним свяжетесь и держите с ним связь, он все вам сделает. Записывайте телефон. Пишу. Да, пишу. Сейчас, секундочку. 8-926-103-103-104-82. 0-4-82. Повторите имя, пожалуйста, еще раз. Дмитрий. 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 Да, все, с ним связь, да. Хорошо. Так, следующий вопрос к Красногорскому энергосбыту. У кого? Илья Сергеевич. У меня есть. Илья Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, Первомайская сеть. Да. Да, мы сегодня с вами вместе с одной связью. Смотрите, у меня вопрос... Смотрите, вопрос следующий. По Первомайской сеть. Люди, которые сейчас вот поэтапно начинают на расселение, да, им нужно акт сверки для того, чтобы предоставить в администрацию, что люди при переезде не должны ресурсы поставлять, чем организация, в том числе и в МАЭС. Люди идут в МАЭС, МАЭС говорит, что нужно взять сначала выписку из КЭС, потому что КЭС не передал данные. Люди идут в КЭС, умирают в очереди по 8 часов по 3 дня, не попадая на прием, чтобы получить этот акт сверки несчастный и принести в МАЭС и получить злочастную справку. У меня вопрос. Каким путем можно, как говорит Илья Сергеевич, обойтись без валерьянки и оптимизировать, вот если людям нужно просто акт сверки... Акт сверки можно по почте получить. Пребывание. Акт сверки можно получить по почте. Если бы можно было, я бы не задала этот вопрос. Я обращаюсь к представителю КЭС. Пожалуйста, не клинивайтесь, дайте возможность ответить. Мне кажется, все здесь говорят, если есть желание. Так, 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 уважаемые друзья, давайте не будем ссориться, давайте говорить согласно, как сказать, ну, тому, кому я сказал. Хорошо, сейчас мы отвечаем на первомайскую, потом перейдем к следующему. Зум, говорят, вот мне написали сейчас, дарит с Новым годом 15 минут еще лишние, поэтому у нас 55 минут. Так, хорошо, отвечаю на вопрос. Вот скажите, пожалуйста, по поводу 8 часов, там, ожидания в очереди, эта информация относится к какому периоду времени? В каком смысле? Человек пришел в 8 утра, ушел оттуда в 4.30, окрашивает с работы, и не смог попасть на прием. Я понял. Давайте, наверное, я неправильно, немножко не точно сформулировал, к какому месяцу года это относится. Я поясню, да, дело в том, что летом действительно были... Но этого не может быть. У нас в ноябре вообще очередей не было. Вот просто нет и все. Подойдите, смотрите, получается, на все вопросы, которые вам задают, вы говорите комментарии, что этого не может быть. Может, вот вам говорю, может. А я говорю, не может. Вы не готовы отвечать? Нет, почему? Я как раз-таки очень готов отвечать. У нас сейчас нет очередей. Давайте так, значит, я уточню. Эту неделю мы не работаем, потому что физически у нас просто весь персонал болен. Да, в этой связи центр обслуживания клиентов просто закрыт. Значит, когда ситуация пойдет на поправку, мы продолжим работать, да. И как это было, скажем, до текущей недели, я вам скажу и скажу честно. Были периоды, когда ни одного человека не было в очереди. Да, если 8 часов кто-то простоял, ну, мои как бы соболезнования, да. Просто я каждый день там хожу по нескольку раз и даже фотографирую. Я могу вам, если хотите, фотографии отправить, да, где средь бела дня, возле двери ни одного человека. То есть ноль. Да. Может быть, звезды или, не знаю, солнце не так встало, да, что вот вашему знакому не повезло. Может, он немножко преувеличил, но я вам отвечаю, что такого сейчас нет. Это первое, значит. Второе, да. Я начал с того, что наша организация сейчас не занимается поставками электроэнергии, а осуществляет лишь сбор долгов, да, и, соответственно, передачу денег кредиторам непосредственно или опосредственно через МАЭСК, но суть дела это не меняет. Поэтому, да, наверное, надо понимать, да, что у нас нет больших возможностей для того, чтобы содержать большой штат сотрудников, да, которым надо оплачивать заработную плату, да, нужно оплачивать расходы по офису, да, а еще нужно как-то отбиваться от судебных приставов, которые арестуют наши счета. В этой связи, да, я думаю, ни у кого нет иллюзии. Если у кого-то есть, то я их сейчас развею, да. Мы делаем максимум возможного из того, что мы можем делать в данной ситуации. В этой связи, опять же, продолжаю, да, если кому-то из потребителей пришлось подождать в очереди, ну, что же делать? Понимаете, альтернатива стоянию в очереди, ну, это, наверное, только закрытые двери нашей компании, да, и не более того. То есть более, скажем так, оперативного или качественного обслуживания мы сейчас по объективным причинам, да, обеспечить не можем. Спасибо. Можно мне вопрос задать? Сейчас, сейчас, сейчас. Можно задать? Так, сейчас, извините. Я не закончила. Спасибо. Да, 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 Александра, говорите. Говорите, Александра. Скажите, пожалуйста, я поняла, с учетом сложной ситуации в КЭС, что сокращен штат для минимума и все остальное, я поняла. КЭС готов коммуницировать с МАЭСом в электронном виде, если МАЭС по обращению жильца дадут запрос в КЭС и оптимизируется вот эта процедура, и КЭС МАЭС в электронном виде предоставит акт сверки. Такой вариант возможен? Дело все в том, что мы по всем, кто у нас не требовал сверки личной, по всем жильцам эту информацию в МАЭСК уже передали. Поэтому... Нет. Не дайте я договорю. Поэтому МАЭСК отправляет к нам только тех, да, с кем у нас сверк не проведена. А это, извините, необходимо с личным участием. Понятно. Ты с толком бы ничего не сказали. Спасибо. Я только что бы сказала. Нет, а можно непосредственно электронным образом с КЭСом взаимодействовать, раз мало сотрудников на сверку? Или нет? А скажите, пожалуйста... И через МАЭСК она... Я, да, уже отвечаю. А чем отличается электронное взаимодействие от точного? Это то же самое время, абсолютно то же самое. Нет, крок ответа прописан, через сколько должен прийти ответ. Это возможно или нет? Ну, еще раз. Люди не стояли учредя. Мы всем потребителям высылаем акты сверки, высылаем, собственно, платежи и начисления, да, то есть оборотно-сальдовые ведомости, по их заявкам. Мы это делаем, да, через интернет, там, понятно, по электронной почте. Значит, мы очно приглашаем только тех, с кем нам необходимо подписать документ. Только и всего. Потому что отправленный по электронной почте акт, неподписанный, вы понимаете, он не будет иметь силы. Да, поняла, спасибо. И кроме того, я еще раз хотел сказать, что в настоящий момент у нас очередей нет. Так, следующий вопрос, кто там был, скажите, пожалуйста, по Красногорскому энергосбыту. Уже на него ответили, по электронной почте. А, так, я понял. Спасибо. Так, еще вопросы к Евгению Витальевичу. Вопросов нет, получается, или есть? Так, ну, в принципе, 25 минут, как мы и планировали, уделили. Поэтому, сейчас, с вашего позволения, да, Евгений Витальевич, огромное спасибо. Спасибо вам, Евгений Витальевич. Да, все. Все, точно вопросов нет, потому что Евгений Витальевич сейчас уезжает. Остаюсь я вместе с вами. Спасибо. Спасибо, уважаемые потребители. Старался максимально точно и полно ответить. Надеюсь, что-то получилось. Всего доброго и удачи. Так, продолжаем прием. До свидания. Народ, отключите микрофоны, пока не выступаете. Спасибо. Так, начинается уже... Дим, все вопросы вот за дверью. За дверью, за дверью, за дверью. Так, давайте тогда по одному. Готов выслушать насущные вопросы. Так, единственный момент, я сейчас хотел спросить. У нас сейчас житель... Я сейчас спрошу. Я просто некоторые вопросы проработал. Мне просто помощник передал. Назарова, Любовь, здесь? Так, смотрите. Мне Виталий передал некоторые вопросы. Я успел на них некоторые проработать. Итак, отвечаю. Значит, по поводу благоустройства. Сейчас произошла, ну там, скажем, реорганизация управления в администрации. И отдел благоустройства, и отдел управления благоустройства у нас возглавляет Волосевич Всеволод Валерьевич. Значит, что касается Яблоневой рощи, правильно, как вы говорили? Проекты, проекты, аллеи, еще проекты. Это вот та аллея, которая возле торгового центра «Карамель», правильно? Да, вдоль Волоколана. Да. Значит, проекта еще нет. Они планируют только в следующем году приступить к проекту. Никаких подрядчиков вообще там быть не может. И мне вот, как в администрации сказали, если кто-то это представляется, это полный бред абсолютно. И что там они будут говорят, что это якобы их земля, а они вправе там что-то делать. То есть этому абсолютно полностью не верьте. И в любом случае, как мне сказали, по поводу проекта будут общественные слушания. Меня будут держать об этом в курсе. Я, естественно, в социальных сетях, ну и через своих помощников оповещу, когда это будет. Но это будет только вот минимум весной, в 2021 году. Далее. Ну вы тогда нас тоже в курсе держите. Обязательно, обязательно, обязательно. Вообще приятно, что вы как присоединились. Я так и не знаю, почему-то у вас долгое время не было. Хотя мы были постоянно на связи. Так. Она была. Что? Так, ладно, вопрос по... Людмила была. Была. Она как серый... Она наблюдала. Я понял, да. Так. Значит, по поводу... Можно? Вопрос... Сейчас, сейчас, секундочку. Я ей отвечу просто по согласно списку. Вырубки молодых деревьев. Волнует будущее зеленения. Ну, в общем, это все в рамках проекта. То есть по Яблонево. Я вот... Я поняла. Все в рамках проекта. Вы тогда держите либо нас, либо меня, в частности, в курсе. И мы тогда уже как-то решим. Спасибо большое за ответы, Илья Сергеевич. Ну, за такой более-менее развернутый. Я так понимаю, что в письменном виде не будет, да? Ответ вам? Мы можем подготовить. Нет. Да, вы мне просто вот сейчас устно ответили, и все, да? Ну, так, тогда вы Виталику напомните, и он подготовит. Нет, мы можем подготовить. Но я подготовлю без проблем. Просто они мне напишут, все сделают. Хорошо. Так. Хорошо. Теперь тогда можно, да? Да, говорите, давайте. Я тогда, не знаю, наверное, по общей теме, потому что это была такая моя личная инициатива с письмом. А сейчас вот по поводу ЖКХ онлайн. Честно говоря, ну, голосы дыбом встают. Уже конец года, мы больше года уже, получается, находимся вот в этом непонятном состоянии. Мы сняли ролик. Сейчас, естественно, спасибо огромное. Вот Анне, Виталию, Скицову. И вслед за это пошла так, как роликов КРТВ, возможно, мы выделили, там, общественные слушания были. Но идет массовая атака в том плане, что мы типы выбрали ЖКХ онлайн. Илья Сергеевич, мы же живем, в принципе, в правом государстве. У нас есть законы. И подделка подписи одна есть. И, блядь, все уголовно наказуемо. Я не буду говорить сейчас заход, что моя подпись и мои детей, она подделана. Вот что с такими людьми делать, которые подделали наши подписи? На моем доме, в 63, в общей сложности их намного больше. Эти люди спокойно, в лице Милин Миккевича, как представитель администрации, она не стесняясь говорит с экрана о том, что люди сами в выборах ЖКХ онлайн, сами за нее проголосовали. Вообще, конечно, уже просто сил никаких нет. Что нам с этим делать? И вообще, уголовную ответственность можно как-то ввести? Я не знаю. У нас 5 октября или 5 ноября был суд, который конкретно написал, включить дома. Отключите микрофон, пожалуйста, товарищи жители. Да, слушаю вас. Вопросов вообще, по идее, не должно быть. Как только исполнится решение суда, у нас исчезнут практически, ну не исчезнут, но наладятся проблемы. И, кстати, проблема с двумя платежками, она тоже практически автоматически сразу же разрешится. Но никто не собирается это решение суда исполнять. Поэтому становится ощущение, что у нас нет ни законов, и государство у нас не правовое. Ну, знаете, я, ну смотрите, единственный момент, ну я как муниципальный депутат здесь в принципе решить ничего не могу. Единственное, могу что-то донести там до администрации, представляя ваши интересы. В данной ситуации, там у меня в команде получается есть два юриста, считай, один адвокат, Валентин и Максим. В любом случае, какие-то исковые вещи, ну как правильно записать, они вам помогут и что-то это сделать. Но я скажу, что конкретно после вот нашей встречи, когда мы с вами разговаривали, этой ситуацией я занимался только поверхностно, потому что старался решить какие-то вопросы по мусору, по всему и тому подобное. Более вот именно углубленно я не занимался вот этим. Скажу честно. Я прекрасно понимаю проблемы. Вот есть момент, что по поводу подделки подписей, я постараюсь вам узнать на следующей неделе до Нового года. то есть, на самом деле, что ответят мне, как там на самом деле происходит. Вот это я... Попробуйте, по крайней мере, вот за себя я точно скажу, что моя подпись и моих детей, но, допустим, я вот... И у нас тоже нету, нету наших подписей. Галина, а у вас какой адрес? Илья Сергеевич... Илья Сергеевич, это... Анна, подождите. Это проблема 140 адресов, Илья Сергеевич. Я еще раз вам говорю, вопрос по подписям, вопрос по подписям я не уточнял. Были другие вопросы. Я понимаю, что... Я скажу честно, я понимаю, у меня был перечень вопросов после того ситуации. Я понимаю, что есть вопросы долгие, а есть вопросы короткие. Но коротких вопросов было достаточно много. Я поэтому, в свою очередь, принял решение отработать все короткие вопросы, потому что долгий вопрос, он мог отрабатываться, и я, в принципе, вам ничего не сказал. И про это я мог бы забыть про короткие. Вот, тут еще вот, по большей части, со многими мы там общались по поводу Александры, значит, дорожного движения. Я думаю, что вот в этом году все решится. Так, я еще раз, я еще раз, вы услышали меня, что я этим не занимался, потому что были мелкие вещи. Все, я вам ответил. Мы это поняли. Илья Сергеевич, можно уточнение одно? То есть, депутатский запрос вами не написан по тем, что вы просили на просьбе встречи. Депутатский запрос я отдал. Я еще раз вам повторяю, я доверяю полностью своим помощникам. Я, к сожалению, в некоторых вещах некомпетентен с точки зрения юридически правильно написания ответов, и некоторые законы я не знаю, как они знают. Поэтому я, образно говоря, Валентину поставил задачу с вами связаться. Он связался. Соответственно, некоторые вещи, что он посчитал ненужным, он отсеял. Я отдал вам номер исходящего присла. Илья Сергеевич, смотрите, я сейчас спрашиваю не про демонтаж вышки, я спрашиваю про депутатский запрос в отношении исполнения решения судов, возбуждения уголовного дела, подпись по ОСС. А, постойте, депутатский запрос по этому? Так, по депутатски, так, значит, мы сделаем этот депутатский запрос на этой, на следующей неделе мы отдадим. И, к сожалению, я его и не сделал. Понятно. Так, постойте, смотрите, сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас, Анна, завтра с вами свяжется Валентин. Вот, вы ему там все скажете. Он, соответственно, согласует со мной текст, и я вам, как обычно, отправлю номер исходящего, чтобы вы видели и знали. Но завтра пятница, вряд ли это получится. Валентин с вами свяжется завтра-послезавтра, и на следующей неделе я отдам. Хорошо, и вы дадите нам ознакомиться, соответственно, с отличительным вариантом, который будет отправлен. Да, да, да. Да? Да. Так, следующий. Александра. Можно я задам вопрос? Да, да. Значит, у нас снесли ряды, торговые ряды. Теперь у нас там помойка. У нас там наставлены машины, не скорые, никто не может подъехать. Выбрасывается мусор. Ездят машины вдоль рядов торговых, мимо детской площадки. Вообще кошмар. Центр города, исторический центр. Рядом парк. Что делать, Илья? Вы знаете, в течение, я, значит, помощнику скажу, завтра поедет, я сам в течение нескольких дней там побуду, поеду, пофоткаю. Самое главное, значит, прекратить въезд транспорта, правильно? А более глобальный вопрос, когда... Однозначно. Главный вопрос – транспорт. Я понял. Я завтра... Транспорт и мусор. Все, я понял. И мусор. Я поставлю задачу, завтра пофоткают, я завтра же отправлю Владимирскому, у меня с ним, в принципе, такая быстрая связь. Озвучу вопрос, посмотрю. Так, Галин, у вас Пионерская 14, какой мой помощник закреплен? Я твой я. Да, Дмитрий, да? Да, Дмитрий Филиппов, как раз ты поедешь и сфоткаешь. Да, он, да, в течение двух-трех дней с вами свяжется. И озвучит. Хорошо? Хорошо, спасибо. И ЖКХ онлайн нас тоже очень волнует. Это глобальный вопрос, которым я не занимался. К сожалению. Так, постойте, Галина. Можно? Сейчас, сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, Галина. Да? Вопрос, смотрите, там с Димой связывались, мы сделали, составили, помогли алгоритм по поводу установки шлагбаума. У вас как, это заглохло или нет? У нас вообще, про шлагбаум я вообще первый раз слышу от вас. Так, кто связывался с тобой? А с кем вы связывались? Как его зовут? Павел, Павел, Павел с ним связывался. Ну, наверное, не с нашим домом. Пионерская 14, это напротив Маяковки 2? Да. Ну, ближе, где у вас магнит, там, это ваш дом или нет? Да, в этом доме, где магнит. Ну вот, да? Во-первых, у нас там перепланировки незаконные. Магнит, у нас на втором этаже там квартира проваливается, там вообще кашварж творит. Я понял. Смотрите, просто со мной связывались, со мной связывались летом, каким? Этим летом. Или тем? Этим летом, да, ну, во время пандемии. Они захотели сделать шлагбаум. Соответственно, я связался с Владимирским. Владимирский искал, я не вижу преград. Дал мне алгоритм. Дима передал Павлу. И как бы мы ждали, когда там, там получается, надо выбрать старших домов, правильно? Да, там. Там еще некоторые вещи. И вы там уточните, что за Павел. То есть мы как бы готовы помочь. Но главное, чтобы и вы в этом плане там поактивничали. Мы, ради бога, я могу вам свой телефон оставить, и я с удовольствием помогу. Галина, так, вы у нас, да, у тебя есть номер телефона? Продиктуйте, пожалуйста. Дима записывает. 925? Емелина Галина. Емелина Галина, все. Этот вопрос мы тоже. Ну, сейчас я, получается, по рядам отвечу, а потом уже с Дмитрием держите вопрос по поводу шлагбаума. Хорошо, спасибо. Илья, Илья. А можно ли там присоединиться? Да, я тоже хотела бы к рядам. Что, кто, кто? Илья Сергеевич, можно? Да. Постойте, Людмила, я с вами говорил уже, давайте дадим слово, просто не так много времени осталось. Я вам еще раз говорю, я всегда на связи. Если вы хотите, одно дело, в режиме онлайн, так, со всеми, вы можете приехать в любое время, я всегда в клубе. Поговорим, все обсудим. Ну, мы удобно до Ярополка добираться. Расстояние от вашего дома до Ярополка максимум 800 метров. Давайте вот так, 800. Поэтому я еще раз говорю. Илья Сергеевич. Да. Я, прошу прощения, время идет, можно я все-таки вопрос додам? А, подождите, Анна, давайте другие люди присоединятся. Мы с вами всегда на связи обсуждаем. Это Александра. Я знаю, что Александр. Это Александр. Александр, давайте сейчас, подождите. Так, у кого еще вопросы есть? Кто меня первый раз может быть видит или кто-то хочет обратиться? Илья, у меня дополнение по поводу рядов. Меня зовут Елена Александровна. Да. Я член общественной палаты, как раз по комиссии по благоустройству и архитектуре. Мы встречались с жителем, в том числе из Галины, из Пионерской, дом 14. Я видел ваш пост, да, недавно. А? Вы недавно пост выставляли, да? Мы составили письмо, у Танкоева письмо есть. В понедельник Волосевич, по идее, даст ответ нам, когда будет встреча тоже с жителями по поводу, именно рядов, тоже по поводу движения. Он хотел пригласить туда ГАИ одновременно, но он дату встречи назначит в понедельник. Волосевич сейчас на учебе, поэтому дополните. Тоже вы хотели просто с Владимирским там по этому поводу. Ну, в любом случае, Владимирский это подчиненный Волосевича, да, я понял. Ну, да, да, так что вы бы имели в виду, что, в принципе, уже это дело закрутилось через общественную палату, что тоже жители жалуются, и безобразие там абсолютное. Да, я понял. Самое главное, что ни скорой не проехать, никаким ни пожарным, ничего, даже, кроме того, что там какие-то шлагбаумы, там просто надо бы разобраться с проходом людей просто. Все, нет, все, да, я понял, я понял, это ситуация, это мой родной, как сказать, дом, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы там все это сделать. Так что мы с вами можем тоже быть на связи, а я через общественную палату это сейчас сделаю. Да, да, да. В любом случае, Дмитрий Федоров, мой помощник, я думаю, вы там видите. Ладно, я понял. Сапунков, Денис. Хорошо, все, тогда на связи. Сапунков, Денис, на связи? Да, на связи. Школьная, да? Да, школьная. Смотрите, вы можете дать свой телефон, я отработаю ваш вопрос в первую очередь, но не успел, скажу честно. Не успел до вторника, до среды. Да, давайте я в чат напишу. Подни, продиктуйте сейчас, у меня записывают, ребята. До вторника я с вами там слежусь, либо помощник, и у меня все эти вопросы записаны. Ну и ЖКХ онлайн как-то, это самый важный вопрос. Ну, я сказал, да, с Анной мы депутатский вопрос сделаем, я отправлю. Ну, это что поверхностно, что я могу в первую очередь сделать. Вы сами просто поймите, я не могу это вот так по щелчку. Там на самом деле не только ЖКХ онлайн, конечно, виноват. И ГЖИ там в первую скрипку играет вот в этом беспределе. Ну, если вы с Анной пересечетесь, я думаю, она все подробно расскажет и объяснит, что чего происходит. Я понял, да, Александра, очень сильно извиняюсь, вам слово. Да, Илья Сергеевич, еще раз, здравствуйте. У меня вопрос, здесь сейчас задавали вопрос, вы про Владимирского упомянули, в общем, и сказали, что Владимирский не видит препятствий по реализации предыдущего, да, там что-то запрашивали. Да. Вот просто от того, что Владимирский не видит препятствий, я вот по моему вопросу слышу это периодически, а между тема уже с декабря у нас заканчивается, а обращение у меня было с ним подано непосредственно. Мы с ним общались вчера, Александра, мы с ним вчера общались по телефону. Я у него спросил, до Нового года комиссия будет, он сказал точно да. Да. А результат у меня копию такого, да? Тут самое главное решение комиссии. Но не решение, а вынести это все на комиссию. Потому что без комиссии они сделать это не могут. Нет, я поняла. А я копию протокола решения могу запросить, третий экземпляр копии протокола? Ну, я узнаю. Я же заявляла официально. Я, значит, я узнаю, чтобы если это, как бы, они, этот протокол сделают, я вам передам. Я сделаю. Ну, то есть, со стороны Владимирского никаких телефонов нет. Он не видит причин для отказа. Я правильно понимаю? Правильно. Просто, ну, я так подразумеваю, ну, и просто, насколько наслышан, там тоже много различных других задач. Понятное дело, всем помочь нельзя, но можно постепенно. С учетом того, что я сейчас включился, я считаю, что этот вопрос начинает ускоряться. Если бы вы мне сказали еще раньше, но, к сожалению, я объяснил, да, на полтора месяца мне в октябре пришлось выпасть из определенных причин. Я понял, я держу этот вопрос на контроле. Я поняла. Хорошо, спасибо. Илья Сергеевич, можно в продолжении темы тротуаров и дорожных знаков сразу задать по поводу тротуара Первомайская Синяя и Доплощей? Который вы говорили в тот раз? Который вы говорили в тот раз? Да. Но тогда же Виталик с вами связывался. Мне сказали, что они все закончили. Это неправда. Они закончили, только качество этих работ. Виталий же вам предоставил видео. Подрядчик. Значит, узнаем, что за подрядчик. Кто это? Фотографии мне. Я так понимаю, наверное... Я вам скажу, кто это. КГС. Что узнавать? Я понял. А Владимирский сам проверял качество работ? Вы не видели? Да, он был на последних приездах. И его все устроило. Он вам отчитался, что все хорошо. А реалии таковы, что приезжайте, посмотрите. Так, приеду, посмотрю. Записал. А Маяковского один можно? Да. Да, да. Вот по поводу межведомственной комиссии, которая состоялась вчера. По поводу, где был вопрос. И по нашему дому я вот общалась с вашим помощником. Да, я понял. Мне Антон это передал. Да, мы, к сожалению, почему-то меня не уведомили, что это вообще комиссия была. И я завтра вообще узнаю, была это комиссия или нет. А вдруг просто могли вам сказать так? Могли. Могли. Я разговаривала с Денисом, Дмитрием, по-моему, его зовут. Он мне сказал. Денисов Дмитрий? Да. Хотя Антон мне присылал, но еще раз запиши. А я завтра... Просто протоколов пока еще нет. Возможно, поэтому вас не уведомили. Протокол, он сказал, будет выложен на сайте, где это число 28-го. Собственно, все дело в том, что там вопрос рассматривался только в том плане, что... Слышно меня, да? Да, да, да. Что решение по нашему дому принято такое, что, значит, у ЖГИ запросить экспертизу. Экспертизу того, в каком состоянии находится дом. То есть сейчас, получается, ЖГИ должно запустить процедуру экспертизы нашего дома. И эта процедура, так я понимаю, достаточно длительная. И только потом, за счет, когда весь этот вот этап будет пройден, и результаты будут представлены в межведомственной комиссии, тогда она будет заново рассматривать вопрос о нашем доме. Илья Сергеевич, можно я скажу девушке, женщине, не знаю, как ее зовут, по поводу межведомственной комиссии. А как вам обращаться можно? Анна Ивановна. Анна Ивановна, да. Меня зовут Александра. Я просто вот... В связи с такой ситуацией, дома плачевно соживают. Смотрите, по поводу межведомственной комиссии. Когда межведомственная комиссия уходит по жилому объекту с целью вынести протокол решения о признании дома аварийным или включения в капитальный ремонт, а там алгоритм следующий. Они обязаны по протоколу ходить в каждое жилое помещение, в каждую комнату со специальными измерительными приборами делать замеры. И в протоколе это все отображать. Поэтому, ну вот у меня сразу возникают вопросы, каким образом, судя по тому, как вы сейчас вот это транслировали, что за комиссия у вас там была и что к вам там приходилось. Нет, у них был осмотр в дом. Когда первомайскую семью... Нет, смотрите, когда первомайскую семью... Это давали аварийность. Да, да, да. А межведомственная комиссия не будет ходить протокол заключения без этой экспертизы. Они изначально протокол нарушают. Понимаете, в чем дело? Они говорят, что у них сейчас такие поправки, но это то, что я не знаю, я не вникала вот это законодательство. Они сказали, что сейчас у них такая процедура. Поэтому я и прошу... Прояснись, как вообще это... Илья Сергеевич, можно вас увидеть? Я здесь. Почему я здесь? Не вижу вас. А я не вижу. Вы молчите, я вас не вижу. Я здесь, я здесь. Смотрите, Илья Сергеевич, подключайтесь к этому вопросу по Маяковской аденции, потому что они входит в заблуждение и пытаются обмануть. Они алгоритм... Нет, я просто сейчас... Мне помощник сегодня скинул информацию, что вчера, оказывается, была. Я хотя вчера был в администрации, и тогда еще, когда женщина приезжала и на Лесную 6, и 7, и они же, оказывается, были на Первомайской, и на Маяковке меня как бы об этом не уверены. Тут просто очень большая проблема. Мы сами все депутаты боремся с этой ситуацией, потому что у них бывают порой какие-то решения, и депутаты, которые ответственны за этот округ, вообще не предупреждают. И приходится, вот, ну, понятное дело, как говорится, приятно, что все равно активный житель есть, когда быстро все это оперативно доносят. Потому что если я там вчера была, я не знаю, что там было, я завтра узнаю результат. По крайней мере, если я завтра в администрацию не успею... Проблема в чем? Проблема в другом, Илья Сергеевич. Люди столкнулись с проблемой. Мы, аварийные дома, пройдя многолетние так, уже знаем весь алгоритм, и я сейчас вижу четкое нарушение. Межведомственная комиссия не может сделать никакой осмотр и выносить протоколы решения о признании дома определенного таза. Должна быть экспертиза, правильно? В специализированной комиссии. Да. Ага? Должна быть специальная экспертиза. Они сначала должны... А они не будут, я так понимаю, выносить пока... А, ну, не знаю, честно говоря. Вот действительно, тогда, может быть, вы проясните это... Давайте, смотрите, давайте мы сейчас не будем гадать. Я вам завтра к вечеру, если я не успею в администрацию, то я по телефону постараюсь связать. Ну, конечно, лучше такой вопрос все-таки с глазу на глаз в виде человека. Узнаю, что... И не будем гадать, что там сейчас... Как там они придумали, не придумали. Хорошо? Ну, давайте до понедельника. Вы тогда через вашего помощника или как-то... Да, 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 да. Антон, Антон, да, да, да. Будешь со мной на связи. Вот как раз. Так. Хорошо. Осталось у нас пять минут. Можно еще вопрос? Пять минут, да. По прошлой встрече. Да. Смотрите, дорожную карту мы у вас просим уже год. по территориям Красногорска, в которой... Я же вам сказал. Понятно. Я же вам сказал. Виталик с вами связывался? У него, соответственно... Нет, постойте. Там именно... Постойте. По большей части теплый бетон у нас КГС обеспечивает. Правильно? Давайте я озвучу. Я напомню просто вопрос. Я еще раз... Подождите. Я сейчас... Я пока всем скажу. У кого встает вопрос по поводу работы КГС, да, получается, Красногорска, то есть та территория, которая не убирается управляющими компаниями, выход и влияние на них у нас есть напрямую. Поэтому все знают, по большей части, телефон Виталия Подгорного. Кто не знает, можете узнать. Звоните ему. Вопрос решается, я думаю, быстро. Каждый день звонится? Ну, если каждый день, значит, я буду каждый день звонить. Ну как? Будем, будем делать. Просто, смотрите, еще раз говорю, с одной стороны, если позвонит депутат КГС, вопрос решится. Если будет звонить, конечно, каждый житель, они будут игнорировать ваши просьбы. Если вопросы по работе... Подождите, подождите, я поняла, мы будем звонить Виталию Подгорному и вам. Вопрос в другом. У меня, во-первых, не КГС, а Горстройсервис. А я тебе, постой, сейчас, а я, Виталий, ты какой-то... Горстройсервис. А, Горстройсервис я тебе дал. Давайте я... Горстройсервис, да. Анна, вы и так целую день говорите, все нормально, все лавры вам. Великолепно. Продолжаю, Илья Сергеевич. Нужна дорожная карта по всему городу, где четко разграничены территории с ответственными организациями и с контактными лицами. А я разве вам не делал это летом, весной? Ничего вы не сделали. Постойте. Вы мне прислали ответ о том, что территорию, которую не отслуживает ГУК, отслуживает Горстройсервис, с которым обратная связь... Подождите. Нет, никакой. Мне же, я кому-то... Мне был ответ... Я депутатский запрос делал, чтобы мне предоставили список... Я вам напоминаю, вам предоставили список улиц, что их обслуживает. Эти улицы обслуживает ГУК, эти улицы ГДС, эти улицы ЭКОГОРОД. Но связаться мы не можем... Вам нужны контакты этих людей. Да? Не контакты, нет. Услышите, нужна дорожная карта, чтобы миновать звено, которое не нужно. Не вас дергать, никого, чтобы люди понимали, куда обращаться. Сейчас эта структура ГУК, до нее не достучаться никак. Только через Доброделы, 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 Баня. Уже количество обращений. Все, я понял. Нужна дорожная карта. Снег не чистится, Илья Сергеевич. Муниципальные контейнерные площадки, как было все, так и не чистится. Сейчас я говорю конкретно про ГОССРВИС. Но, думаю, аналогичная ситуация и с другими подрядчиками. И звонить вам каждый раз, сбрасывать фотографии каждый день, помои, и всего остального. Но согласитесь, скажите, когда, Илья Сергеевич. Да, Анна, я вообще не представляю, как я буду жить без вас-то. Лучше не надо. Не представляю. Я понял. У меня еще есть вопросы. Но я думаю, что кто-то пусть еще задал. Да. Потому что осталось несколько минут. Так, а прошло, Илья Сергеевич, прошло две недели, в общем-то. Вопросы-то просили по большей степени. А вы знаете, а есть... Ну, подождите, Анна, ну не все же вопросы отрабатываются сразу. Некоторых людей нет. С одними по телефону, с другими надо встретиться. Понимаете? Я это все понимаю, Илья Сергеевич. Давайте тогда я про демонтаж вышки спрошу. Соответственно, у меня вопрос к вашему помощнику, чтобы вы были в курсе. Я знаю все. Первое, значит, Хаймурдиной... Он действительно написал ваш помощник депутатский запрос Хаймурдиной, только адресатов всех не включил, которые нужны были. И второе, Илья Сергеевич, он... То, что мы требуем, нарушение закона на основании документов, которые у нас имеются, они тоже не списаны. Понимаете? Мы просто тебя... Получается, и вашего помощника просто так загрузили, и вас загрузили, и вот КПД от этого процесса, Илья Сергеевич, никакого. Валентин? Я могу отвечать? Да, отвечай. Ну, во-первых, в оценивать первых, наверное, несколько... Нет, стой, иди сюда. Добрый вечер, Анна. Ну, я думаю, что нам с вами в любом случае придется встретиться, я предлагаю вот у меня в коллегии встретиться по поводу следующего запроса в отношении ЖКХ онлайн, вот, по поводу запроса, который мы готовили сейчас на имя Хаймурдиной, вы поймите, у вас есть ваше видение проблемы, вы ее изучили, там, документацию и так далее. Но брать слепо, так сказать, вашу версию и вставлять в бланк депутатского запроса, это неправильно. Так, отключите, пожалуйста, микрофон, друзья. Включите, пожалуйста, микрофон. Я считаю неправильно. Депутат, прежде чем будет писать там гневные письма с требованием там казнить и расстрелять всех виновных, он должен... У нас нету гневных, не надо, Валентин, Валентин, стоп, гневного письма нет. Есть четкий сухой юридический язык. Смотрите, давайте я тогда вам буду рассказывать сухим юридическим языком. Я считаю, что письмо, адресованное одно и то же письмо, адресованное в несколько инстанций, и по разным вопросам, одни из которых касаются одних инстанций, другие касаются других инстанций, оно не принесет результата, потому что вы предлагаете, предоставляете возможность вашим оппонентам выбрать из предложенных вами действий, вот к ответственности должны привлекать эти, значит, устранять нарушения законодательства, эти сами выбирайте, что вы будете делать. Валентин, я сейчас поняла, что мы с вами друг другу не поняли. Все адресаты, которые были указаны в правом верхнем углу документа шаблона, который я вам отправила, это не означает, что абсолютно одинаковый текст должен был полететь этим адресатам. Соответственно, те, которые касательно документов, должны полететь к тем, кто... Анна, так, стоп, давайте, вы же... Анна, все-все-все, Анна. Но мы сейчас тратим время, Валентин. Анна, смотрите, а еще раз, поэтому вы придете к Валентину, вы же по телефону-то решали, но здесь другие же еще люди есть, вы сможете... Нет, нет, Илья Сергеевич, можно я донесу информацию до вас про вашего помощника? В 10 часов вечера мне пришло сообщение, Анна, мне завтра писать запрос, бросьте, что у вас там. Вот и все, Илья Сергеевич. Потому что вам надо писать запрос с утра. Так, Валентин, встретитесь в адвокатской коллегии, познакомитесь. Я ей предлагаю, все. Все, телефоны есть, Анна, с вами встретимся. Смотрите, у меня на доме, Валентин, я услышала, встретимся на Первомайской 5. Да, совершенно верно. Все отлично, так... Я поняла, встретимся. Вы знаете, 12-21-7, я... У меня сейчас тут два варианта есть. Либо мы встретимся с вами через неделю, в четверг. Так же, ну тут сейчас это новогодняя суета. Вы знаете, я еще один хотел момент к вам обратиться. Я делаю акцию опять по помощи. Не буду говорить, какие подарки будут. И не буду говорить, как бы, как это все будет делаться. Но это будет действительно, ну, запоминающе. Мне большая просьба. Мы уже сделали три акции благотворительной. Я понимаю, что... Через моих помощников передайте, пожалуйста, адреса. У нас мы выберем 10-12 адресов. Больше, к сожалению, мы не сможем из-за финансовых возможностей. Поздравить с Новым Годом. Там, ну... Ну, я не буду сейчас говорить, потому что вы скажете, что вези мне. Вези мне. Илья Сергеевич, параметры для выбора. Какая категория населения нужны? Желательно те, кто еще вот за эти три помощи ни разу не получали. Но кому это нужно? Понятно. Пенсионеры. Пенсионеры. Ну, давайте... Стоит сказать, что будет или нет? Нет, я не буду вам тогда говорить, что там будет в подарочных наборах. Но, образно говоря, кому нужна помощь? Многодетные. Многодетные, малобеспечные, маломучие. Зачем поздравлять, образно говоря, тех, у кого там... Вы сами знаете, мы тоже знаем, но большей части мы некоторые вещи не знаем. Некоторые люди просто, они не хотят об этом говорить и стесняются. А мы это сделаем. Я, наверное, от себя скажу, как бы, лично. В 19-й год у нас концовка была такая активная. И, наверное, мы вообще включились, в принципе, в работу и начали еще больше как-то стараться вникать в проблемы жителей, как раз когда вот началась вот эта ситуация с ЖКХ. Вот. И, с другой стороны, мы сами научились некоторые вещи делать как можно делать. Потому что, я еще раз говорю, когда я в 18-м году стал, у меня прошлая профессия, там, я был боевиком, да? Потом я общественником, и некоторые вещи не понимал. А с каждым разом мы становимся, так сказать, учимся. Плюс в команде появляются какие-то юристы. Ой, не какие-то, но я извиняюсь. Которые начинаются... Ну, в плане того, что мы готовы и будем работать. Поэтому вас с наступающим. Надеюсь, Красногорск, как сказать, с каждым годом будет свести еще больше, дай бог. Что-то благоустраиваться, что-то делать. С самыми силами. Да, но вы тоже должны понимать, что в голову чиновников я не могу залезть. У них одно бывает мнение, у нас другое. И как на самом деле... Нам не надо, нам этого не нужно. Нам нужно законным способом, Илья Сергеевич. Мы за закон. Я понял. Но только в рамках закона. Ладно, все, я понял. Давайте... Вы знаете, как показывает практика, как показывает практика, я не знаю, вы согласитесь со мной или нет? Я просто, ну вот, беру, там, образно говоря, по своему дому, где вот сейчас у меня Ярополк находится. 10% только пытаются что-то сделать, изменить. А, к сожалению, 90% будет, что будет. Вот так, понимаете? Илья Сергеевич, это закон толпы, все нормально. 10% это достаточный движок, поверьте. К сожалению, в рамках закона во многих ситуациях нужен 51%. Ладно, с наступающим всех. Нет, действительно... Сейчас 20 тысяч жителей страдают от этого, чтобы вы понимали масштабы. Да я понимаю. 20 тысяч жителей. Я понимаю. Ладно, с наступающим вас. Илья Сергеевич, можно я вопросик задам быстренько? Ну, Александра, Александра, напишите мне на телефон. Все, у меня тренировка, 5 минут уже идет, некому везти. Ну, это быстро. Александра, напишите мне, пожалуйста, или Виталику. Давайте, я извиняюсь, мне бежать надо. Большое спасибо всех с наступающим. Ну, как так, да. Ну, давайте. До свидания, спасибо. А меня никто не поздравит? Спасибо, до свидания. С Новым Годом, спасибо, до свидания. До свидания. С наступающим. Спасибо. До встречи. До свидания. До свидания. Продолжение следует...